Всем привет! Меня зовут Напольская Ксения, я преподаватель биологии, и мы продолжаем разговор про ткани растений. Сегодня основные ткани растений. Итак, давай разбираться. Вспомним, что ткани растительных у нас четыре. Образовательные, покровные, механические, основные, про которые мы с тобой сегодня поговорим, и выделительные, и проводящие. Итак, что же это за основные ткани? Основные ткани, у них ещё есть другое название, паренхемы. Иногда, кстати, говорят паренхемы. Куда ставить ударение, я до сих пор не разобралась, потому что в разных, скажем так, школах говорят по-разному. В моём университете говорили паренхема. Вот поэтому я так и привыкла. Мои профессора, которые меня учили, говорили паренхема. Итак, значит, у нас есть ассимиляционная паренхема или хлоренхема. Она находится там, где зелёнка, да, там, где зелёные листочки, зелёные молодые побеги, потому что основная функция хлоренхемы или ассимиляционной паренхемы – это фотосинтез. Поэтому логично, что зелёные листочки, зелёные стебелёчки, они занимаются фотосинтезом. Запасающая паренхема. Запасающая паренхема, она находится в стеблях, клубнях, корнеплодах, то есть там, где идёт запас питательных веществ. Например, клубень картофеля, там запасающая паренхема. Это такой классический пример. Значит, функция запас питательных веществ. Воздухоносная паренхема. Посмотрите, здесь у нас есть большие такие полости с межклетники, где можно запасать воздух. Это у водных, у болотных растений. И функция газообмен и обеспечивание плавучести. Водоносная паренхема следующая. Здесь, наоборот, функция воду запасти. И она находится у нас у ксерофитов, у суккулентов, в стенках листьев засушливых растений. В основном это, конечно же, у нас суккуленты, алоэ, кактусы. И функция запасания воды. Итак, давайте подробнее поговорим про каждый из видов. Итак, хлоренхема, хлоренхема, ассимиляционная паренхема. Посмотрите, это классическая картинка строения листа. Она у нас будет встречаться в ЕГЭ очень много раз. Давайте на нее посмотрим. Что мы здесь видим? Здесь мы видим, здесь мы видим, сейчас секундочку, я возьму ручечку. Вот она у нас, наша хлоренхема. Итак, посмотрите, здесь есть столбчатая ткань, или вот здесь записано, полисадный мезофил. То есть это клеточки правильной формы, которые находятся на верхней стороне листа и образуют таким вот ровненьким рядочком. Основная функция столбчатой ткани, или полисадной ткани, или полисадного мезофила, это фотосинтез. Дальше идет губчатая ткань или губчатый мезофил. Там уже есть межклетники, но тоже это зеленые клетки, которые занимаются фотосинтезом. И все вместе, и столбчатая губчатая ткань, это у нас хлоренки. Вот сейчас вы видите на картинке строение листа, то, которое чаще всего встречается у нас в школе, вот эта классическая картинка. И на ЕГЭ, если вам покажут строение листа, вам покажут вот именно такой тип строения листа. Конечно же, листья у нас устроены по-разному. У растений, которые живут в засухоустойчивых, в жарком климате, в сухом климате, лист устроен по-другому. У него там другой метаболизм, да, и столбчатая ткань находится немножко в другом месте. У растений водных тоже немножечко устроен лист по-другому, но если мы берем обычное растение, какое-нибудь, которое занимается С3 фотосинтезом, то оно выглядит так. И самое главное, почему мы показываем эту картинку, то, что эта картинка классика школьной программы. То есть, если вас будут спрашивать про строение листа, то вам будут показывать именно такую картину. Да, и здесь у нас есть губчатая ткань, столбчатая ткань, и вот все вместе это образует хлоренхима. Функция фотосинтеза. Также хлоренхима, опять же, я обращаю ваше внимание, она находится везде, где зелено, да. То есть, если вы видите зеленую ткань, зеленый стебель, зеленый листочек, зеленый там, не знаю, что-нибудь, то это там находится хлоренхима. И эта ткань занимается фотосинтезом. Запасающая паренхима, она находится там, где ей надо запасать. То есть, это, например, сердцевина, корнеплоды, клубни, луковицы, плоды, семена. Посмотрите, как это выглядит. Вот эта картиночка, она у нас окрашена йодом, да. То есть, это препарат, окрашенный йодом. Йод дает качественное окрашивание на крахмал. И мы здесь видим вот эти вот фиолетовенькие, это лейкопласты с большим содержанием крахмала, которые окрасились в фиолетовый цвет. Да, произошла качественная реакция йода на крахмал. Да, то есть, в реальности, если вы просто срежете клубень картофеля, он будет беленьким, да. Но если вы сделаете тонкий срез и проведете качественное окрашивание йодом, то вы увидите вот такую картину. Это клубень картофеля. Здесь видны вот клетки. Раз клетка, да, два клетка. И в каждой клетке есть большое количество лейкопластов с крахмалом. Это вот запасающая ткань. Вот так это выглядит на черно-белой фотографии. Вот такая вот штука вам может встретиться в ЕГЭ. Посмотрите, запомните, как это выглядит. Тоже клетки с большим количеством лейкопластов, в которых запасен крахмал. Запасающий паренхима. Классика клубень картофеля. Водоносная паренхима, о, воздухоносная, простите, воздухоносная паренхима, это у водных, у болотных растений. Здесь вы видите, что есть большое количество полостей. Это видно и на фотографии. Вот здесь видите полости, да, и на картинке. То есть вот эта дырка, да, тут воздух, а вот это вот клетки, которые образуют такие большие крупные межклетники. Вот эта картинка тоже у нас в ЕГЭ недавно встречалась. Посмотрите, классика жанра срез стебля, водного растения, потому что мы видим водо-воздухоносную паренхиму, да, большие межклетники, которые нужны для газообмена и для обеспечения плавучести. Вот такая вот красота. Да, и вот водоносная паренхима, водоносная паренхима находится в листьях, в стеблях таких растений, которые живут в засушливом климате, и им необходимо запасать воду. Значит, посмотрите, что клетки, тут нету межклетников-то как таковых, здесь клетки содержат большие вакуоли со слизистыми веществами, которые удерживают влагу. Вот посмотрите, какая прям красота. Вот здесь мы сейчас видим срез листа алоэ, да, что мы здесь видим, давайте разберёмся. Вот это хлы, это хлоренхима, да, то есть хлоренхима, это зелёненькое, то, что у нас занимается фотосинтезом, то, что задерживает хлоропласт и функция фотосинтеза. Э, это у нас эпидерма, да, то есть кожица, которая покрывает, естественно, да, вот. Вот, и что мы ещё здесь видим? Проводящие пучки, конечно же, нужно проводить, там обязательно должны быть сосуды, сосуды, и ксилема, и флоема, проведением мы обязательно занимаемся. И вот это у нас водоносная паренхима, водоносная паренхима, которая задержит вот такие вот межклетники. Вот так это у нас выглядит. А вот это стебель, ребят, посмотрите, вот это вот стебель, здесь та же самая история, тоже здесь есть хлоренхимы, проводящие пучки, и вот эти вот беленькие, это клетки водоносной паренхимы. Давайте посмотрим это ещё раз на картинках, на таких красивых фоточках, да. Посмотрите, да, какое большое количество у нас клеток водоносной паренхимы с вот этими вот слизистыми веществами, которые удерживают воду. Посмотрите, как у нас выглядит алоэ, если мы его разрезаем, вот эти вот, то есть там вода, она удерживается слизистыми веществами. Вот это вот очень важно. Вот эту картинку тоже запомните, посмотрите, картинка воздухоносной паренхимы у нас уже встречалась в том году, я думаю, что этот год у нас в год водоносной паренхимы. Так что, или сравнение воздухоносной и водоносной, потому что могут дать картинку у одного растения и второго, и попросить определить, какое у нас живёт во влажном климате, какое живёт в засушливом климате, и попросить это аргументировать. И мы это определяем именно потому, какая ткань находится в листьях, в стеблях данных растений. Вот такие дела. Итак, я надеюсь, было полезно, понятно. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк, мне будет очень приятно. Честно, честно, прям очень приятно. Здесь будет много классных видео. Разберём все ткани, разберём всё-всё-всё. Будут выпуски авторских вариантов, будут разборы статградов. Прямо чуть ли не в день в день буду стараться. Так что обязательно подписывайся, рассказывай друзьям. И если ты хочешь системной и классной подготовки, приходи ко мне на курс Биофак. Биофак – это самый полный курс подготовки по биологии к ЕГЭ. Там есть всё, что нужно. Там есть актуальные задания, суперкрутые материалы, домашка. Именно актуальные. Именно те задания, именно того кода, в котором ты сейчас сдаёшь. Она постоянно обновляется. Много авторских заданий. Ну и в общем, я вкладываю в курс всю свою душу, любовь и всё, что можно, всё, что можно туда вложить. Так что приходи. Я буду очень тебе рада. Всем пока.